мы сегодня покажем как правильно подводить спину под проход да под проход в ноги потому что если спина немножечко неправильно стоит то идет нагрузка на позвоночник на межпозвоночные диски и там и со временем это выходит в проблему да вот не раз проходит а вот ноги почему потому что неправильно прошел неправильно прошел здесь спокойненько садиться на может бросить туда-сюда вот здесь надо медленно спокойно месяцами неделями годами лучше противник правильно стоял удобно чтобы он тебе создал помехи да и мы делаем что мы спокойненько вот допустим вот уже не раз вот раз да вот и когда мы снова подставляем спокойненько спокойненько он легко легко поднимается легко когда ты правильно нашел но если ты стал чуть-чуть вышел здесь вода видишь вот мы не можем его поднять потому что вы слишком высоко низко низко мы тоже не можем потому что у нас достаточно грузить и вижу тяжело тяжело если мы проходим правильно то мы даже можем спокойно поднять 2 даже два человека можно поднять вот спокойненько вот если мы правильно подошли правильно подошли да мы спокойненько два человека отрываем и спокойненько с ними допустим и гулять и то же самое то же самое когда мы с коленем проходим тоже вот мы где находимся здесь то здесь мы правильно подошли его подошли немножко ниже чем надо вот так все уже мы остались а у многих отбрасывает он грузит здесь все становится тяжело тогда то есть вот умение правильно подвести спину во время прохода это самое важное даже вот разные варианты прохода без вот мы пошли и вот мы прошли мы его оторвали вот у меня спина прямая ничего никакой нагрузки никуда не идет и спокойненько мы с разворотов стоим на эту ногу поднимаемся смахиваем и переходим на удержание и когда вот мы отрабатываем и умеется отрабатываем опять возвращаемся к этому большим пальцем наши был внутри и вот мы заходим заходим да здесь идет заворот вот это вот движение вот то есть опять же не за счет того чтобы эту руку тянет вниз а за счет этого заворота вот вот значит заворот опять же там внутри вот пошел сюда даже даже взять его ногу там чисто формальность хотя вольный бой мы для страховки берем чтобы там дальше работать а так в принципе в принципе мы его снимаем и опять же такие правильно правильно подводим спину вот когда мы правильно подвели спину легко легко дальше переворачивается он этот подвод спины он очень-очень важно и почему мы в омне борьбы когда проходим в ноги мы немножечко на него облокачиваемся почему просто если мы облокачиваемся мы можем там потом сконтрить там что-то сделать а если мы поднимаем и он стоит ровно не не наклоняется то мы просто его элементарно взбиваем вперед и все взбиваем его и все то есть смысл как его поднимать правильно если у нас стоять вот как стол допустим как стол стоит и все не надо поднимать но если мы его хотим поднять как столб и он наклоняется то есть если не идет подъем мы его взбиваем под себя а если мы хотим сбить допустим и хотим сбить то есть мы регулируем уже по ситуации что проще смахнуть его или оторвать ты уже решаешь на те доли секунды которые у тебя есть да то есть это называется моментальное мышление ну для того чтобы это все ребята делать надо очень много работать очень 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 много проходов отрабатывать это тоже хорошая вещь многие борцы вот за счет этого движения приема и чемпиона мира становились и олимпийскими чемпионами вот тут же все же тоже правильно подводим спину правильно подводим спину все спасибо с нами на лист машина был призом фернеса россии по цене